добрый вечер друзья не добрый вечер не другие прочитал сейчас у небожены кончаловский обогнал михалкова уже снимает фильм про донбасс вот не знаю может быть я не прав но во всех этих новостях об этом телеграм-каналах такой читается может быть повторюсь мне показалось но читается некий намек на хайпожорство во-первых вот за формировках кончаловский обогнал михалкова презумпции того что брат андрей сергеевич никита сергеевича то есть то ли ради интриги то ли хайпа для не упоминается что речь об егоре кончаловском об егоре андреевич и сыне арен басаровой наталии и андрея кончаловского вот что могу сказать за последние 10 лет я неоднократно встречался в студии на выезде записывал интервью с егором кончаловским у меня нет вообще ни малейших сомнений в его позиции я очень хорошо знаю как он настроен тем настроем разительно отличается от огромного числа наших кинематографистов и вообще дети культуры то есть это вам ни разу не константин хабенский который там поддержал анатолий белого уехавшего и посылающего проклятия в адрес нашей армии нашей страны и нашего народа вместе чопан хамат вы чешут они сейчас и по израилю и по трибалтики но песня совсем не о нем возвращаясь к егору андреевич он совершенно убежденный этапист государственник и человек приведет приверженец русского мира и знает кстати с нескольких стал всю эту историю он же учился в англии зачарован был в западном социум об этом не тоже рассказывал с другой стороны он наполовину казах вот там с замесами с большими но в общем восточный скажем человек и прекрасно понимает вот эту всю евразийскую тематику понимает что россия это не европа и россия не азия россия это россия вот послушайте его беседу который выложил сегодня пушилин и небольшой фрагмент одной из наших бесед недавних ознакомимся решили приехать сюда посмотреть глазами своим потрогать как впечатление нет ну донецк вот юрий показывал мне видео много лет здесь уже вот я как что такой порядок что-то красиво и как то вообще цветочки клумбы все эти дорожки да вот только в любой момент прилетает на эту дорожку одно дело так умозрительно читаешь где-то другое дело все-таки посмотрите то этого недостаточно безусловно это надо вот как юра здесь восемь лет восемь лет сюда ездить вообще началось все с юрия встретить кофе попить он говорит я вот в танбасса приехал вот посмотри видео посмотри ребята вот посмотри это я бы давай что-нибудь смонтируем материал посмотрели он репортажный то там 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 картинку не складывается вот надо тогда посмотреть почувствовать потом какой-то создать основу и уже к этому материал родилась идея да и конечно люди там с некоторыми воинами общались конечно совершенно другое другое качество человеческого общения между людьми здесь родилось да которого которого нету давно в москва ну что москва вай-фая нет трагедия кофе холодный трагедия к воркинг спейс нету трагедия здесь такая жизнь не знаю ну видно даже как люди относятся друг другу то есть ты там познакомился день прошел ты уже прощаешься чеком обнимаешься да уже там через две недели вот две недели назад здесь были встречаешься уже как будто там пол жизни знаешь что согласитесь то вот другое другой как другая степень взаимодействия человеческого поэтому мы здесь и гор здесь и кстати сегодня у меня была мысль что сегодняшние события ночные мы как бы тоже были проинформированы я конечно тоже запереживал что вот так хотели хотя бы просто изъявить какое-то внимание и уважение главе где мы находимся и не думал что я на самом деле думал что все отменится честно говоря но вы тоже приняли решение в любом случае встретиться поэтому вам огромное спасибо тоже несмотря на события произошедшей ночью то есть поэтому все пока складывается свыше не знаю каким-то желанием чтобы это все состоялось проблем много мы со всем справимся но и тем более ждем теперь мы тоже точно не сами даже юридически теперь мы уже субъект российской федерации ну а вам конечно от меня большая благодарность то что вы уделяете внимание и сами приезжайте посмотрите тоже с риском мы же все прекрасно понимаем но тем не менее хотите погрузиться погружение важно не сделаешь хороший фильм не снимешь его не прочувствуешь не побывал здесь и не пообщавшись с людьми не посмотрел все своими глазами поэтому вам спасибо я с удовольствием посмотрю уже даст бог на примере все как бы увидимся антиец андрей сергеевич он флавентеец обобщенно говорят да и но действительно мне кажется что у них в этом смысле к жизни подход разный никита сергеевич он такой хлебосол всегда на день рождения к нему приходишь и даже его не увидишь обычно потому что столько людей теряешься среди среди министров вот у папы у него всегда такие более камерные вообще формы я бы сказал да ну и как как наверное какое-то продолжение или истоки это вот этот вот словно славяна славянофильство михалкова и так сказать западничество кончаловского но мне кажется что это преувеличенные на самом деле они гораздо более ближе к друг другу по мировоззрение если ведь просто не когда знакомишься с интервью кончаловского андрея сергеевича что он дрейфует в сторону востока а вы сами у вас как-то вот это представление о том что вы носитель русскоязычного менталитета и поэтому одной ногой как бы в европе другой в азии оно сразу сформировалось или это тоже постепенно как то вы для себя это открывали да я наверное открываю это до сих пор для себя ибо только сейчас начинаю понимать собственно говоря вернее не понимать а освобождаться от такого восхищения какой-то западной цивилизации в частности английской в частностью англосаксонской протестантской мы кстати я прежде чем прийти сюда тонн тот наш разговор посмотрел почти об этом об этом тоже говорили азия да но вы еще не забывайте фигуры вы еще не забывайте что я наполовину казах и мне очень близко вообще отыскать вот такая не мусульманская хотя и мусульманская тоже но степная какая-то вот во мне есть очень сильная составляющая я поэтому удивительно хорошо как будто дома себя чувствует в казахских степях горах там и так я с вами соглашусь просто чисто математически вы не наполовину казах потому что ну как в два раза меньше вы всего лишь на четверть казах на там на три восьмых ну как в википедии вася про вашу маму написано что у нее отец казах мать поле нет мать наполовину полька наполовину а вот это вот это или казашка или киргизка это важный нюанс у нее есть азиатский тоже поэтому три восьмых вот и но я воспитан двумя собственно говоря тремя тремя периодами моей жизни я воспитан советской школе за которые очень благодарен потому что я пять лет назад отвел лет 5 назад отвел петю в там седьмой класс а так получилось что он перешел в мою школу где я учился и я увидел моих учителей простите прошло около 40 лет но не 40 там 38 37 лет к тому времени 35 лет прошло и мои учителя там поэтому это было очень я тогда думаю о это школа советская ой как это а на самом деле это было удивительно вот советская школа советская армия и конечно вот этот мой период восьмилетний когда я жил кембридский университет в том числе оксфорд и все поэтому во мне все это намешано очень сильно но последнее время я дрейфую очень сильно конечно в направлении так сказать ультра патриотическом ну не ультра но радикально патриотическом и анти западным безусловно и не потому что я вдруг возненавидел запад совсем нет просто тот запад который мы любили уважали и которому мы стремились когда были двадцатилетними людьми когда разрушали советскую власть когда так сказать сдавали наши позиции столь надоевшие нам к тому времени того запада к сожалению больше нет и вряд ли он вернется а это значит очень много вещей восток в широком понимании да вот мы говорили об этом вначале восточные ценности они на самом деле и есть традиционные так если грубо сказать да уважение к старшим то есть там на востоке в мусульманских стран меньше домов престарелых меньше детских домов куда попадают сироты или даже отдают куда-то то есть какие-то другие отношения уважение к старшим вот эта вся японская система и иерархии даже в громадных транснациональных корпорациях это конечно другое все совсем а вот ментальность я бы я понял да